Противостояние водителей и службы автоматической видеофиксации нарушений на дорогах, похоже, достигло верхней точки. Неизвестные или неизвестные из высокоточного огнестрельного оружия расстреляли комплекс видеофиксации. По мнению специалистов, работал не случайный стрелок, а снайпер, умеющий обращаться с оружием. Стреляли из леса. С какого оружия, неизвестно. Целились в направлении флешек, где вся информация находилась. То есть кто-то знал, где находилась информация у нас, сохранялась. Записи штрафов и все такое. Стреляли туда и попали туда в точность. Стрелял снайпер, однозначно. Из какого-то огнестрельного оружия, серьезного, с большого расстояния. Что даже как бы, вот сейчас там достали пулю, по пуле определяют. Сейчас ведется следствие по этому вопросу. Я думаю, в ближайшее время будет раскрыто данное происшествие. Мы-то при чем? Они злятся не из-за этого. Они злятся в том, что мы стоим и ловим на наши приборы. Все эти деньги не идут в карман. Все это идут в деньги государства. Потому что мы работаем на государстве. Это не частное ничего. Это все на государстве. Никогда раньше ни у кого не вызывало никаких вопросов, когда сотрудник ГИБДД стоял рядом с комплексом и контролировал скоростной режим на автомобильных дорогах. Казалось, что все это законно. Сегодня изменилось законодательство. Данные функции перешли уже в правительство Нижегородской области. Теперь у нас создано государственное учреждение безопасного дорожного движения, которое занимается реализацией данных предприятий. Проведены конкурсные процедуры, которые, согласно ФЗ, выиграли подрядные организации, которые обслуживают данные комплексы. Конечно, происходит очень много негативных последствий. Каждый день практически приезжают и нервы трепут. Где знаки разметки, где знаки установки. Все злые штрафы платить не хотят. Решили отомстить, отстрелить прибор. Что они и добились. Кстати, испорченное оборудование восстановлению уже не подлежит. Версии относительно снайперу полиции нет. Но расследование этого дела под особый контроль взял губернатор области.